Античный спецназ Александра Македонского Весной 334 года до н.э. войска Западной коалиции, во главе с самой мощной державой тех времен, Македонии высадились на побережье Малой Азии, чтобы отомстить Персидской империи за поругание афинских святынь и принести народам Востока ценности греческой демократии. В XXI веке история повторилась, однако, как это ни странно, у Александра все получилось гораздо успешнее. Этот поход нельзя рисовать себе как победу кучки храбрецов над миллионами. Наоборот, армия Александра была самой многочисленной и организованной, какую знала только предшествовавшая древняя история. Так писал русский военный теоретик и историк А.А. Свечин про восточный поход Александра Македонского. Точно так же, как и тогда, подавляющее превосходство в организации вооружения, техники и тактики позволило коалиционным войскам Запада за считанные недели подавить сопротивление не только заведомо слабых формирований талибов, но и регулярной армии Саддама Хусейна в Ираке. Пусть битвы Александра изучают стратегии, но его бойцы не только громили врага в грандиозных сражениях, но и проводили масштабные спецоперации против далеких предков нынешних повстанцев и террористов по всему Востоку. Методы ведения всех видов разведки, контрразведки, психологической войны и рейдов сил специального назначения, впервые примененные Александром на Востоке, до сих пор актуальны, интересны и поучительны для профильных экспертов в этой области. Источники скупы, но при их внимательном изучении начинаешь понимать. Победа великого полководца ковала не только легендарная фаланга и смертоносная кавалерия. Наивно думать, что восточный поход не готовили заранее, в том числе и по линии разведки. Сама идея восточного похода принадлежала еще отцу Александра, царю Филиппу, и реализовывалась им. Параллельно с созданием отдельных разведывательных и штурмовых частей в штабы противника, крупные города и стратегически важные пункты внедрялись резиденты, вербовавшие агентов, выявляющие противников режима и устанавливающие систему непрерывной и оперативной передачи данных в штаб коалиции. Александр принял уже разветвленную и эффективную систему разведки, и подготовленной для действий в особых условиях части специального назначения. Начальником его ГРУ с начала и до конца похода был полководец, которому Александр доверял больше всех — будущий фараон Египта Птолемей. Как и положено руководителю секретной службы, о его работе до поры было известно совсем мало. Историки отмечали, что он был почти незаметен до момента, когда армия вошла в пределы Индии. Видимо, секретность соблюдали уже в те далекие времена. Заместителем Птолемея и главой контрразведывательной службы стал лучший друг Александра — Гефестион. В условиях дальнего похода было важно отслеживать настроения соратников и войск на предмет возможных заговоров и бунтов. Контрразведка всегда действовала на опережение и очень жестко. Придерживаясь принципа — лучше казнить одного невиновного, чем оставить в живых двух врагов. Историки до сих пор спорят о знаменитом заговоре Филоты, когда одного из ближайших друзей Александра арестовали за пассивное участие в заговоре, некоего Димна против Александра. Один из заговорщиков донес Филоте о якобы готовящемся убийстве царя. Но Филота не дал делу дохода, пока доносчик не обратился к другому человеку. Методы дознания соответствовали стандартам тех времен. Как писал Квинт Курц и Руф «Сначала, когда его терзали то бичами, то огнем и не для того, чтобы добиться правды, но чтобы наказать его, он не только не издал ни звука, но сдерживал и стоны». Но когда его тело, распухшее от множества ран, не могло больше выдержать ударов бича по обнаженным костям. Он обещал, если умерят его страдания, сказать то, что они хотят. Были и прямые примеры участия Александра в проверках на лояльность. В его армии был перс по имени Сисен, когда-то присланный царю Филиппу правителем Египта. Получив дары и почести всякого рода, он променял родину на изгнание, последовал за Александром в Азию и значился среди его верных друзей. Именно ему солдат-кретянин передал письмо, запечатанное перстнем с незнакомой ему печатью. Это письмо прислал полководец Дария на Барзан, убеждая Сисена сделать что-либо достойное его происхождения и нрава, чтобы заслужить почет у Дария. Это письмо ни в чем не повинный Сисен часто пытался передать Александру, но, видя, что царь занят разными заботами и приготовлениями к войне, дожидался удобного случая, и это усиливало подозрение, что он замышляет преступление. Ибо письмо еще ранее попало в руки Александра, который, прочитав его и запечатав незнакомым Сисену перстнем, велел отдать его персу, чтобы испытать верность варвара. Но так как последний не приближался к Александру несколько дней, решили, что он скрыл письмо с преступной целью. В походе он был убит кретянами, без сомнения, по приказу царя. Безусловно, проводились и гораздо более массовые секретные мероприятия. Во время осады Галикарнаса, для выяснения реальных настроений среди солдат, Александр разрешил воинам, вопреки установленному порядку, написать письма домой. Так как за большинство солдат письма писали их старшие товарищи, все они были прочитаны в контрразведке. Информация о том, что в армии растет недовольство была документально подтверждена, активные агитаторы выявлены и удалены из войска. После этого почтовая цензура стала обязательной. То, что было хорошо и до него, Александр не менял. Сохранив эффективно работавшую систему дипломатической почты и курьерской службы, он лишь ввел новую схему шифрования. Занимался он и агентурной разведкой. При осаде города Галикарнас, лично посылал агентов для установления связи с местным подпольем. Но для большинства, конечно, будет гораздо интереснее узнать, насколько эффективно действовала войсковая разведка и штурмовые части Александра. Не секрет, что полководец любил приключения и зачастую сам проводил разведку, но это было перед битвой при Гавгамеллах. Взяв царскую Илу, один отряд друзей, а из продрома Пеонов, Александр стремительно помчался вперед, приказав остальному войску следовать за ним обычным шагом. Персидские всадники, увидев быстро надвигающееся войско Александра, кинулась во всю Конскую прыть назад. Александр начал упорное преследование. Большинство спаслось. Некоторые, те, у кого лошади пристали, были убиты. Некоторых, вместе с лошадьми, захватили в плен. От них и узнали, что Дарий с многочисленным войском находятся неподалеку. Что за продрома такая? По-гречески «витиевато», «бегущие впереди». Буквально, разведка. Так впервые в истории правильно определили предназначение бригады легкой кавалерии, общей численностью примерно в 900 копий, изначально состоявшую из четырех-пяти эскадронов. Работала разведка как с царем, так и самостоятельно. На четвертый день после переправы разведчики сообщили Александру, что там, на равнине, видны неприятельские всадники. Но сколько их, угадать трудно. Он пошел вперед, построив войско в боевом порядке. Примчались другие разведчики. Эти разглядели точнее. По их словам, всадников, кажется, будет не больше тысячи. Кем же они были? Именно этот вид разведки армии Александра определить не трудно. Еще в прошлом веке со стен древнего склепа в Македонии окончательно осыпалась фреска с единственным изображением командира конного разведывательного подразделения македонской армии. В последний момент фигуры всадника в розовом плаще, бьющего копьем в персидского пехотинца, успели скопировать. По плащу его и опознали. Известно, что, помимо прочего, еще в армии отца Александра Филиппа все рода войск стали различать по цвету формы. Разведке достался розовый. Интересно то, что всадник из склепа был изображен с бородой. Это значило, что он отдал свою жизнь за родину еще во времена Филиппа. Почему? Известно, что Александр перед восточным походом обязал всех своих воинов брить бороды, чтобы противнику не за что было их хватать. Разведке выполнить этот приказ было особенно трудно. Дело в том, что македонцами здесь были лишь командиры. А вот рядовые приодромы-разведчики были не греками и не македонцами, а фракийцами, что свидетельствует о том, что Александр подбирал себе людей не по паспорту, а по способностям. Именно про них пишет античный историк. Александр в это время подходил к реке Граннику, ведя за собой войско в строю. Он построил гоплитов двойной фалангой. Всадников поместил с флангов, обоз уже велел идти сзади. Разведкой командовал Гегелох. С ним были всадники, вооруженные сориссами и около пяти тысяч человек легко вооруженных. Александр был уже недалеко от реки Гранник, когда к нему прискакали разведчики с известием, что за Гранником стоят персы, готовые к бою. Как и теперь, у разведчиков была репутация людей лихих, но слава им доставалась тяжело. В отрыве основных сил они схватывались с противником, проводили налеты и устраивали засады, перерезали коммуникации, перехватывали гонцов, брали языков и считали вражеские силы. Так же, как и сейчас, брони они не носили, а вместо попон клали на спины лошадей шкуры леопардов. Продрома ни разу не позволила противнику внезапно напасть на основные силы армии Александра. Иногда Продромов сравнивают с казаками. Но, в отличие от казачьих войск, ими командовали чужаки-македонцы. Конечно, народ был специфический. Перед решающей битвой с персами Александр обещал македонцам и грекам вечную славу. А вот что он говорил своим северным соседям по родине. Илорийцам же, и фракийцам, привыкшим жить грабежом, он приказывал смотреть на вражеское войско, сверкающее золотом и пурпуром, несущее на себя добычу, а не оружие. Пусть они, как мужи, отнимут золото у этих по-женски слабых народов и обменяют свои голые скалы, промерзшие от вечного холода, на богатые поля и луга персов. И каждый в этой битве бился за свое, и, как известно, успешно. Помимо мобильных отрядов, в комплекте разведки македонского царя были и самые настоящие штурмовики. Но против тех, кого Дарий послал вперед занять горный хребет, Александр поставил Агриан, недавно приведенных из Греции. В армии Александра их было всего около тысячи. Легкая пехота, которая при Гавгамелло фантастическим образом отбила атаку тяжелой персидской конницы. Агриане тоже фракийское племя, горцы, северные соседи Македонии. Не только участвовали во всех крупных битвах, но и первыми занимали перевалы и узкие проходы в горах, штурмовали города. Вероятно, историк Ариан именно их имеет в виду, описывая легендарных летучих воинов, отличившихся во время штурма скалы, неприступной горной крепости в Средней Азии. Когда Александр подошел к скале, он увидел ответственные, недоступные для штурма стены. Тем не менее, Александр решил брать это место приступом. Он предложил начать переговоры и обещал, что они вернутся домой здравыми и невредимыми, если сдадут это место. Те с хохотом на варварский лад посоветовали Александру поискать крылатых воинов, которые возьмут ему эту гору. Обыкновенным людям об этом и думать нечего. Тогда Александр велел объявить, что первый, кто взойдет на скалу, получит в награду двенадцать талантов, второй получит вторую награду, третий – третью, и так подряд. Собраны были солдаты, привыкшие во время осад карабкаться по скалам, числом около трехсот. Они заготовили небольшие железные костыли, которыми укрепляли в земле палатки. Вбивая эти костыли или в землю, где она была видна, или в совершенно отвердевший снег, они подтянулись на скалу, кто в одном месте, кто в другом. Во время этого восхождения погибло около тридцати человек, остальные уже на рассвете заняли верхушку горы. Взобравшись туда, они стали размахивать платками в сторону македонского лагеря. Так им было приказано Александром. Он выслал глашатая и велел ему крикнуть варварской страже, чтобы они не тянули дальше, а сдавались, потому что крылатые люди нашлись и уже заняли вершину их горы. Иглашатая тут же показал воинов на вершине. Варвары, потрясенные неожиданным зрелищем, решили, что гора занята гораздо большим числом вполне вооруженных людей, и сдались. Именно они шестьсот километров преследовали Дария, потом два дня и сто десять километров гнали Бесса, а потом была скала два — двести метров по вертикали при штурме горы Аорн в нынешнем Пакистане. По закону командовал летучими воинами Александр, естественно, македонец — Аттал. Но среди частей сил специальных операций Александра были и чисто македонские формирования. При осаде Тира Александр шел на приступ города с корабля щитоносцев — гипоспистов. Было их немного — три тысячи. И в его армии они делились на три бригады — хелиархии. Три дня спустя, выждав безветренную погоду, Александр, призывая к бою начальников пехоты, подвел к городу машины на кораблях. Сначала расшатали значительную часть стены. Когда пролом оказался достаточно широким, Александр велел судам с машинами отплыть и подойти двум другим, которые везли мостки. Он рассчитывал перебросить их в пролом стены. На одном из этих кораблей находились щитоносцы под командой Адмета, а на другом — полк Кена, так называемые пешие друзья. Сам он собирался вместе со щитоносцами взойти, где понадобится, на стену. Когда корабли с Александром подошли к городу и мостки с них перебросили к стене, щитоносцы бодро устремились по ним на стену. Александр шел вслед за солдатами, сам принимая живое участие в деле. Сначала стена была взята в том месте, где распоряжался Александр. Он без труда отбросил тирийцев, как только македонцы пришли мостки и стали твердой ногой на земле. Адмет первым взошел на стену. Зовя своих вслед за собой, он тут же пал, пораженный копьем. Как пишут историки, это были элитные воины, специально тренированные на штурм городов и на действия в условиях пересеченной местности. После взятия тира оказалось, что они умеют брать города из моря. Откуда они такие взялись? Весь корпус гипоспистов первоначально был сформирован из пеших оруженосцев, щитоносцев, царских спутников-гетайров. Сначала их так и называли, щитоносцы-гетайров. Элитные подразделения гипоспистов, агрегоспиды, сребросчитные, находились в составе царской охраны. Агемы. Интересно, что в бою они и действовали вместе с гетайрами, эффективно прикрывая уязвимую нижнюю часть своих конников и корпуса их коней. Прошли века и тысячелетия. Но разве не пророчески прозвучали слова римлянина Квинта Курция о судьбе воинов экспедиционных сил на Востоке? Они опять будут палимы безжалостным солнцем, и их погонят в места, которые сама природа не предназначил для взора смертных. Потому что все время появляются новые оружия, новые враги. Даже если они пройдут по этим землям и ввяжутся в новую войну, какая награда ждет их впереди? Автор Вадим Ферсович